Предлагаю обещать нашу панельную дискуссию в студии для поддержки развития цифровизации. Уверен, что актуальны все эти текущие вопросы, текущие задачи, которые стоят перед правой экономикой и вообще в принципе перед государством. И в качестве уступительного слова я хотел бы немного вратиться в историю и сказать, что начиная с 50-х годов развита экономика мира, формирование экосистемы инновационной поддержки. И в России такие системы, которые формировались 15-20 лет назад, это касается и физических структур, в части технополисов, в части технопарков, в части различных совместных средств работы и институтов развития. И вот эта структура сейчас уже сформирована, она работает, показала свою эффективность. И то, что мы хотели бы обсудить в рамках нашей сегодняшней сессии, это те задачи, которые уже решены, которые предстоит решить и каким образом это все необходимо организовать, можно будет трансформировать для того, чтобы решение будет максимально эффективным. Что можно сказать? Что справовые технологии в принципе меняют и природу, и природу взаимоотношений, природу работы, рынок и взаимодействия всех субъектов на рынке. И вот эти вот преобразования в последнее время, они приобрели достаточно динамичный характер. В общем, важно понимать, что справовые технологии имеют трансграничную суть в своем, и это как раз еще один виток, наверное, следующий этап глобализации. Опять же, ориентируясь на те вещи, которые происходят сейчас с развитой экономикой, например, в Европейском Союзе, нужно отметить, что вкладываются очень большие средства в инновационное развитие и формирование хабов. Так, например, в Европейском Союзе планируется вложить 5,5 миллиардов евро в поддержку инновационных решений, создание инновационных хабов, которые структурированы, например, по областевому принципу. То есть, такие дороги будут создавать отдельно для, например, искусственной поддержки, искусственного интеллекта, отдельно для кибербезопасности. То есть, такая структура создается, и средства, которые в нее вкладываются, они очень большие. В России реализуется программа, национальная программа «Цифровая экономика». И в рамках этой программы, в федеральном проекте «Цифровые технологии» предусмотрены так и меры поддержки цифровой трансформации компании и отраслей экономики. Финансирование предусмотрено, опять же, в достаточно большом объеме, 21 миллиард рублей. И необходимо понять, существующие инструменты поддержки инноваций, каким образом они интегрируются в те задачи и в ту, собственно, программу, которая сейчас реализуется. И можно ли мы говорить о том, что они будут так же эффективны, как нам на этапе своего создания. И необходимо, опять же, вопрос, который я хотел бы обсудить, одолжили ли произойти какие-то изменения с точки зрения институтов развития и с точки зрения регуляторных средств, которые позволяют максимально эффективно использовать вот эти вот средства для развития инноваций. И здесь, в этой связи, я хотел бы, чтобы участники сегодняшней, по данной дискуссии, в своих выступлениях ответили на ряд вопросов. То есть, есть ли у цифровых проектов особая какая-то специфика, определяющая особенности инструментов поддержки этих проектов? Требуется ли цифровая трансформация экономики в специальную инструкцию, может, какая-то особенная? Второе. Есть ли принципиальная необходимость создания новых инструментов поддержки? И какие инструменты поддержки можно предложить, требуется ли формирование новой рекруторной среды для этого? И, наконец, можем ли мы использовать существующую инновационную инфраструктуру? И в целях поддержки развития цифровой технологии требуется ли кардинальная перестройка или мягкая настройка того, что сейчас уже существует? И я хотел бы передать слово Константину Паршину, собственно, в рамках национальной программы «Сифровая экономика» Солкова за кардинальной роль как оператора поддержки, так и организации, которая занимается автоматическим инфраструктуром. Как Вы видите свою роль применительной к новым годам следующим инфраструктурам? Спасибо большое. Всем доброе утро. Тема мероподдержки на значительном площадке цифров на других формах заведена регулярностью. И, в принципе, уже даже, может быть, вызывает частью инфраструктуре некую усталость, потому что они всегда видят конкретные результаты. И на наш взгляд, если адресовать вопрос, который был задан конкретно, есть очень хороший шанс сейчас у нас у всех этот результат действительно сделать более осознанным и значимым. В том числе зрения самих экономических каких-то эффектов, прежде всего, в силу того, что у нас проект «Сифровая экономика» и конкретно вот тот раздел, в котором участвовали с базовой технологией, он, ну, на мой взгляд, за уже долгий период первый раз действительно идет как стратегия, как стратегия развития целого управления и технологического, и бизнес, и регуляторного, то есть не как кусочная какая-то локальная история, что-то, и какие-то проекты поддерживаются, и, например, поддержки запускаемые действительно комплексный подход, который достаточно сейчас уже в реальной кодрую открыл. И в этом наверняка там дальше будет налега, вы говорите, в любом случае, всячески, на любом выступлении, обращаясь к любой аудитории, смотрите, читайте те документы, те документы, которые находятся в стадии открытого обсуждения, которые уже опубликованы. Очень много конкретных, сформулированных, приоритетов, правил, ну, для того, как все это организационно будет выглядеть, поддержки, куда именно государство будет уделять наибольшее внимание с точки зрения мер поддержки. В этой связи сходу, конечно, не может остаться в стороне, то есть мы еще в прошлом году приняли ряд шагов по изменению, по модификации, то есть на самом деле синхронизация своей работы с национальными проектами, то есть были изменены и дополнены наши подсайты, это приоритетный прорыв, который, собственно, приходит на отбирание новых инсидентов. Минифицированная экспертная панель сейчас, как можно сказать, что там наши стандарты с луковским мер поддержкой, они очень хорошо синхронизированы с теми приоритетами, которые заявлены в соответствующем, дорожных картах в целом в проекте «Словая экономика». И вообще приятно осознавать, мы только что в итоге восемнадцатого года по целому ряду направлений, ключевые там просто выдачные самопутные участники проекта, количество рабочих мест, приток инвестиций, рост по сравнению с семнадцатым годом, это даже не 10, а 15, десятки процентов. И этот рост, органический рост, на наш взгляд, в том числе отражает правильность и комплексность техно-поддержки, которые могут получать внутри их системы, таких и судов в развитии, как «Скокова». Один просто показатель, скажу, вот я бы сам отслеживаю такой интересный простой показатель, это количество новых заявок на статус резидента только по кластеру, которому я в прошлом, это IT-кластер «Скокова». Если там два-три года назад это было там в полдесять-пятнадцать заявок в неделю, сейчас это минимум пятьдесят заявок в неделю. То есть это очень хорошее показание, которое показывает интерес рынок к той ценности, которую уже сама эта система начинает генерить. И хотел бы еще вот, чтобы ответить. Наверное, мы, как один из старейших в развитии инновационных, хотели бы всегда делиться тем опытом, который мы приобретали вместе с рынком. На наш взгляд сейчас очень четко сформировалась такая тенденция, что все меньше и меньше компаний нуждаются, ну, так сказать, компаний, которые действительно разрабатывают презентативные продукты, все меньше он нуждается в гигантах, в грантах, это даже не странно. Все больше запрос идет на содействие в росте бизнеса, в развитии бизнеса, в защите интеллектуальной собственности, в привлечении инвестиций, все, что связано не с экономией, если бы так, а именно с ростом и с развитием бизнеса. В этой связи вот недавнее событие по развитию направления проекта, который называется «Спознание справедливости налоги», на наш взгляд это очень важная компонент, которую весь рынок уже в 19-м году должен ощутить. Проблема, которую мы сами сталкиваемся и видят большинство команд, которые занимаются комплексными проектами, комплексными сложными технологическими продуктами, это, конечно, в первую очередь готовность рынка. Есть достаточно четкое отделение, те отрасли, где высока конкуренция, не очень много, но они есть, это ритейл, это финансы и отряд других. Там, конечно, запрос на инновационную повестку, на внедрение новой технологии, на стартапы он давно уже сформировался и, в принципе, очень быстро происходит внедрение технологии. Мы все это ощущаем на себе, появление новых сервисов, мобильных наложений и так далее. Это, наверное, уже такая сложившаяся, хорошая практика. На другой стороне рынок, который сформирован гос. корпорациями на рынке, тем, в силу ряда-ряда причин достаточно высоко регулирования или там отсутствует такая совсем явная-то выночная конкуренция запрос на инновационную повестку, он пока подберутся с трудом. Здесь не будет случиться никакой, никакая не претензия никому. Это действительно сложный процесс трансформации. Фермин, который уже звучит достаточно давно, стратегия цифровой трансформации крупных предприятий, пока все еще является, скорее, областью такого теоретического знания и как раз объединения институтов развития и различных экспертных площадок и органов управления программой цифровой экономики. На наш депут очень важный сейчас фактор, что сможет появиться такая критическая масса запросов, в том числе и управленческого, на создание и запросы таких стратегий цифровой трансформации. Без этого не формируется спрос. Сколько бы мы ни поддерживали стартапы, сколько бы мы ни приносили туда их поддержки, без четкого запроса со стороны корпорации все равно мы эффекта не видим. Ситуация точно улучшается. Есть, не буду называть название, эти компании, мы все прекрасно знаем. Есть лидеры в нефтегазе, есть лидеры в инфляционной области рынка. Но, наверное, какая-то еще критическая масса такого запроса, инновационного она не сложилась. Аналитический центр большие усилия предпринимает, формируя целый ряд методологических документов, которые позволят быстрее формировать те самые стратегии цифровой трансформации. Так что вот это вот смычка, я надеюсь, готовности института развития и, в общем-то, готовности большой экосистемы, не только с в области, но и в целом готовность на национационной системы российских стартапов и компаний, которые занимаются национационными технологиями. Меры поддержки, которые сфокусированы сейчас на действительно прорывную динамику в области внедрения складных технологий, и плюс формирование вот таких компетенций и запроса на свободную трансформацию, в единичную трансформацию крупных заказчиков, и о том, что вот этот вот, наверное, рецепт, который должен, ну, довезнуть как одного-двух лет, все-таки достаточно серьезные динамики у нас подвести. Еще один элемент, я бы хотел здесь упомянуть, это уже опыт, который, наверное, мы тут рисковку сформулировали, это очень активно и делимся, и надеемся, что это мнение, чтобы развитие нас услышит. На наш взгляд, сейчас недооценен потенциал развития платформенных решений, системных решений. Ну, все про это знаем, все про это говорим, то есть все знают, что такое сибирные эффекты, все знают, что такое сокращение транзакционных издержек. Вообще говоря, двигается один из основных двигателей экономических, там, любой цифровой трансформации, у нас, в стране, за рубежом, это, прежде всего, экономится в части сокращение транзакционных издержек, саморазвратно, да, там, прямой экономии, то, там, какие-то, там, позорно проводили теплосты. Но при этом все прекрасно понимают, что создание экосистемы – это больше, чем написание какой-то движка для платформы. Это действительно политическая масса участников этой экосистемы, где возникают те самые сетевые эффекты. И, зачастую, даже крупным игрокам рынка, которые, возможно, не идут вот со стороны таких массовых аудиторных сервисов, сложно пройти вот этот этап создания политической массы своей собственной экосистемы. Мы, как и суд развития, сейчас нащупываем механизмы. Ряд проектов будет запущен в самое ближайшее время. То есть мы полагаем, что суд развития должны организовываться не просто вокруг отдельных технологий, но и в том числе вокруг платформы. То есть мы все понимаем, что там есть этот ряд крупных игроков, вокруг которых будут собираться платформы на экосистемное решение, где будут собираться экосистемы, и на самом деле где будет создаваться экономическая ценность для рынка. Поэтому и меры поддержки нужно, на наш взгляд, синхронизировать в том числе, администрировать не просто вокруг отрасли, а вокруг вот таких платформ. Конечно, и судоразвитие не способны там собой заменить этот процесс, но они могут существенным образом его ускорить, и таким образом повысить шансы в том числе наших компаний на сколько компонентов в борьбе и номеров вроде того, что платформы на решение, они, как правило, это разграничное, и в принципе там гораздо более жестко, потому что, по всякой вниматике, поиск конкурируют уже совсем с другими игроками. И, наверное, третий элемент, о котором я скажу, это информационная открытость, тоже не новая, наверное, проблема. Мы ее сейчас по инициативе целого ряда институтов развития, инновационных институтов развития, которые работают в самологичной повестке, там, и Роснано, и МВК, и блокбординг, и там, ряд других организаций. Мы сейчас инициативно разрабатываем совместную платформу, где, по сути, будет работать такой механизм про краудсорсинга, то есть каждый вкладывает информацию о проектах, о командах, о какой-то активности внутри этих эгосистем, свой участник, и получает доступ ко всей остальной базе. В принципе, это, наверное, будет первый прецедент своего рода, когда действительно будет создана актуальная, постоянно актуализируемая база информационная по инновационным проектам, инновационным командам, компаниям, которые находятся, по крайней мере, в поле зрения основных игроков в институте развития. По-прежнему мы видим нехват вот такого рода коммуникационных инструментов, коммуникационной площадки в масштабе страны и отдельных отраслей, поэтому для нас это, наверное, такой один из основных вызовов внутри. Мы сами институты развития надеются, что эта инициатива тоже в течение этого года приобретет уже такие контуры вполне себе овсязаемые в виде конкретного продукта, когда и заказчик, и инвестор, и работодатель, и военный поиск партнера технологического или какого-либо другого можно будет осуществлять с меньшим издержки, с большей скоростью, с использованием такой базы. Не секрет, скажу, мы, конечно же, хотим это использовать в том числе для более прагматических вещей, в частности, снижение определенных издержек и рисков, связанных с тем, что меры поддержки, как оборотная сторона, формируют, к сожалению, целый ряд явлений нехороших, когда компании, проекты, собственно, живут только за счет того, того, чтобы получать меры поддержки, и когда мы начали проводить просто синхронизацию этих баз, знаете, как все эти автомобильные номерами, которые никак не сейчас очень подробно обсуждаются, как история, что одна и та же компания с этим проектом с минимальным изменением на обязательной части получает гранты, получает меры поддержки, серийно ничего не делает, то есть ничего не происходит, это такая форма жизни нам, грантов, государства, и мы хотим, конечно, учиться как можно раньше идентифицировать вот такой вот факты и делать их открытыми, ну и таким образом более эффективно использовать, в общем-то, не очень большой ресурс, который у нас с вами есть. Ну вот, наверное, в двух словах. Константин, я хотел бы задать еще одну, короче, вопрос, буквально, вы сказали о большом, значительном увеличении числа вопросов в последнее время, и у меня вопрос такой, вот те запросы, которые вы отметили, формируют ли они к вам запрос на новый формат мер поддержки, или же все-таки вот то, о чем вы сейчас говорили, и новый принцип вы формируете и пытаетесь работать самостоятельно, сейчас анализируя, собственно, то, что происходит у нас. Ну, точно формируют. Единственное, что надо нам здесь с вами достаточно трезво оценивать самих себя, нам себя самих оценивать, потому что мы зачастую живем достаточно в таком формальном, в нашем бюрократизированном мире определении, вот мы там назвали «спознать технологии», тогда я вот считаю, что это мера поддержки. Конечно, никакому статкапу, никакому заказчику мера поддержки под названием «спознать технологию» не нужна, не нужна в конкретном проекте, есть проект, поддержите меня с этим проектом, поэтому у нас, конечно, запросы на трансляцию, то есть нам нужно научиться как можно быстрее рынку объяснить, что, ребята, мы можем прийти вот сюда, за какой-то мера поддержки, и вот критерии отбора проекта вот такие, и если мы не списываем, что мы должны где-то там найти точки соприкосновения, где-то каких-то, может быть, изменений в наших критериях, вот именно трансляция из сухого государственного бюрократического языка мера поддержки в конкретную поддержку конкретного проекта, вот это, наверное, одна из основных сейчас для нас задач, это первое, второе, вне зависимости от меня поддержки государства, вот у меня сейчас там листочек лежит, запрос на наши стартап, приходите на стенды наши, посмотрите, здесь сколько, здесь нет достаточно, вот количество сегодня представленных, но каждый из них спрашивает, ребята, не мера поддержки, просто вот перечень заказчика, например, познакомься с «Носатом», познакомься с «Носъем», познакомься с этим, это вот, это мера поддержки такая, да, и надо тоже всячески там оказывать, поэтому для нас, наверное, вот комбинация двух вещей, это использовать любые, на возможность, сколько, для того, чтобы возводить, устраивать вот этот такой матч-мейки и следовать дальше в этой логике проекта, чтобы это все не обрывалось на первом постановке, на армении визитами, и второе, это максимально комфортно создавать среду, по трансляции уже принятой, запущенной, первой поддержке, в тот язык, который понятен бизнесу и, соответственно, обратную эту функцию, такой интеллектуальной стороны, так воронки данных проектов, мы надеемся, что мы можем успешно осуществлять. Кстати, спасибо большое. Я хотел бы адресовать свой следующий вопрос Сергею. Сергей, скажите, пожалуйста, вот все-таки на ваш взгляд, сейчас происходят достаточно серьезные изменения, которые формированы в качестве запроса.